Приветствую вас, Владимир. Мне кажется, что сейчас самое лучшее, что вы могли бы сделать вместе со своей женой, это обратиться на консультацию к семейному психологу, естественно, вместе обратиться к психологу и поработать вместе над теми проблемами, которые у вас имеются, потому что вы застряли, мне кажется, в неких таких рамках своего общения, своего взаимодействия, понимаете, что из него выйдет. Психолог как раз мог бы помочь вам немножко расширить границы вашего взаимодействия, это первое. Второе. Я бы сказал, что касается лично вас, да, что вам бы, первое, поработать с чистой вины, потому что чистой вины у вас достаточно сильной, мне кажется. Счет связано. Что такое чувство вины? Это, как правило, подавленное зло, это подавленная такая агрессия, чувство вины, это история про, в том числе, стыд и обесценивание. Обесценивание того, что важно и значимо для вас. Вот. Ну, здесь, как мне кажется, на это вот имеет смысл обратить вам своё внимание. То есть, да, вы твою жену, как вы говорите, бред. Ну, понимаете, какая штука? Предательство. Вот, ну, то, что вы, то, что вы называете предательством, я бы назвал, ага, немножко по-другому. Да, я бы назвал реализацией своих интересов, но реализация своих интересов очень хаотичной, очень дёрганной, лихорадочной, потому что вы привыкли себя это сдерживать. И мне кажется, что вот эта трудность в том, что вы как бы, ну, не заявляете о себе, что вы не заявляете о том, что вам, например, хочется. То есть, вы больше пытаетесь, как мне кажется, подстраиваться под свою жену, может быть, даже под любовницу и так далее. Вот, то, что вы здесь пишите, да, может, я предложил, ну, долго выбирал мне из нее любовницу. А как появилась любовница? Каким образом она появилась? Ведь появление любовницы, не знаю, не знаю, курсов или нет, но появление любовницы, как правило, это вследствие определенных проблем внутри семьи. То есть, между вами и вашей женой возникли какие-то проблемы. Вот, вы не знали, как их решать, и в итоге появилась любовница. Вот какие проблемы появились и о... в каком контексте появилась жена... о любовнице, простите. В каком контексте появилась любовница. Это важно. Вот. Дальше, вы говорите, что я не мог долго выбрать, вот. Опять же, чем была сложность выбора? Вам вообще всегда сложно выбирать или вы... или... вам сложно выбирать именно вот этот момент, момент. Вот. Это... это важно. Это важно. Это важно. Тоже важный... важный аспект. Дальше. Вы говорите о том, что... значит... вы говорите про Аду, что потом вы поняли, что ошибаетесь. Вот. В чем вы ошибаетесь? Ну, вот. По... по... по вашему... по вашему мнению. В чем вы ошибаетесь? То есть, в чем вы могли ошибиться? Вот. Как вам кажется? Да. Тоже такой очень важный момент. То есть, ээээ... такое ощущение, да, что... вы ищете. Вот. Вы ищете, 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 ищете и не находитесь. То, чего вам хочется, то, что вам нужно, и так далее. Вот. Не получается вас найти это. Один из ключевых моментов, мне кажется, заключается именно в этом. В том, чтобы понять, что вы ищете, и... в чем вы нуждаетесь. Вот. Дальше. Вернуться к жене, рассказ она приняла. Ну, эээ... я не знаю, опять же, эээ... что значит рассказ? Ну, что вы вкладываете в эту понятку в сказку? Рассказ это... это как? Она приняла, это как? Вот. Что именно... она приняла. Потому что принять не имеет простить. Вот. То есть здесь, эээ... как вы понимаете, да, здесь больше вопросов. Хочешь им ответить, пока что на данный момент. Дальше. Видишь, что она меня любит. Она жметь не пускай себе даже обнять не дает. Ну, больно. Это травма. Для нее травма нужно помочь поражить. Вот. Только... Как вы видите, что она вас любит, не очень, не очень понятно. Надо пытаться спрашивать про подробности секса с любовницей. Она его не зовет, чтобы не сделать ей больно. Это, наверное, сравнивание. Собья с ней. То есть это... Это... Травма. У нее травма. Скажите, как вы на сексуальной близей жене? И вам ей нужно пройти терапию, психотерапию. Все эти вопросы про любовницу. Ну, я думаю, что после психотерапии этот вопрос естественным образом обращается. То есть вы оба придете, придете к какому-то пониманию того, нужно ли это вам или нет. То есть, ну, ваша жена придет к пониманию того, нужно ли ей это или нет. А вы придете к пониманию того, нужно ли вам это или нет. Вот. Потому что сейчас, ну, вот, то, что вы сомневаетесь, это, как бы, означает противоречие. То есть, ну, то, что есть противоречие. Психотерапия, как раз, призвана противоречие снять. Да? Чтобы их не было. Ну, постараться сделать так, чтобы их не было. Или было меньше, или чтобы иначе как-то с ними обращался. Вот. Поэтому те вопросы, которые вы задаете, вы задаете. Вот. Вот. Как вернуть близость и стоит ли отвечать на вопросы. Это те вопросы, на которые, мне кажется, психотерапевт, психолог, специалист, вот, уважительно относится к вам, например, уважительно относится к тому, что он делает, вот, ответить не может. Потому что этот вопрос иначе характер перекладывания ответственности. То есть, вы этим вопросом пытаетесь переложить ответственность на нас. А мне кажется, что имеет смысл научиться вам самому решать подобные вопросы. Поэтому, правда, нужно, повторюсь, на самый правый вот, не только вам, но и вашей жизни. У вашей жизни есть драма. У вас, судя по всему, драма. Тоже тот, кто изменяет и тот, кто уходит из семьи, порой травмируется не меньше. Вот. Но, по сути, вы люди, которые оказались перед лицом проблем, с которыми не знают, что делать. И каждый из нас пытается решить эту проблему так, как он умеет. Вот. Вы пытаетесь одним способом. Ваша жена пытается другим способом решить эту проблему. Но, так или иначе, это не помогает. И сейчас вам нужно обратиться с помощью специалиста, если, конечно, вы хотите свои отношения сохранить. Заметьте, пожалуйста, я говорю именно отношения. Я не говорю семью. Потому что семья – это определенная формация. Политическая, общественная, социальная формация, наверное, далеко не всегда отращает реальные отношения между людьми. Вот. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Желаю всего самого доброго и удачи. И буду вам благодарен за обратную связь по моему вопросу. Это поможет вам начать работу над собой. И ште manger значения между собой systematic copingной уникаль生活ом временем. Действительная эфра скорлета б •. О, будут вам Опыт.